всем привет в прошлой серии при перепрессовок мы обзавели меня большим большим полным при полным рефилом пыльно-розовых теней да это будет серия продолжение перепрессовок и предупреждение о том как лучше не увлекаться прессом вот видите в центре я оставила чуть-чуть верхнего слоя он прям спекся я так так усиленно давила что вот чтобы добраться до самих теней пришлось снимать верхний слой а то показалось что их прям вообще невозможно добыть снимала просто вот этой кисточкой так вот моя обычная кисточка для нанесения макияжа вот тень мы делали из старых слабо пигментированных по современной если классификации считать оттенков соответственно не удивительно что в общем вот на дневное освещение наверное на эти руки лучше показать можно использовать как розоватый контур под румяна ну и будет шикарный растушевочный рефил для всего что я люблю наносить пожирнее в складку века в этой палетке преимущественно рефила арт визаж тушевать их этот оттенок будет просто шикарно и it will last forever как говорят в англоязычном сегменте поскольку я его очень жестко плотно спрессовала тут вот с угла кусочек отвалился и там кстати по моему лучше набирается там можно копать до дна вот где не так жестко было припрессовано там он крошится лучше набирается на всякий случай я его подписала когда из чего сделан и шикарно смотрится в палетке так что минус несколько рефилов и один большой новый сочетающийся со своими соседями поехали продолжать эту каталасию я не с голыми ногами я вон за кадром в шортах так сегодня у нас очень красивые будут франкины поскольку у меня есть большой при большой запас ник меня давно чесалась мысль пустить их в использование как прессованные продукты сами по себе просто микки или косметические слюды я не прессую так как уже проверено на людях если их попробовать залить водкой и просто так спрессовать то получишь кусочек цветной слюды которую невозможно набрать на кисть и использовать соответственно вариант с лодкой вообще не вариант не все так просто в изготовлении сухой косметики вот нельзя просто взять и сделать нажать прессом и использовать не просто так появляются прессованные пигменты на рынке в англоязычном сегменте очень любят микки прессовать ну по крайней мере как любят я это находила и в 2008 году когда только начинал этим интересоваться и сейчас в комментариях под видео свеженькими на ютюбе есть этот совет взять масло жужуба и спрессовать им ну не знаю не знаю не решалась я еще прессовать микки маслом тоже вот две слюды есть у меня кстати похожий призматик в запеченном варианте от нашего любимого фридом революшн есть похожий от эссенс есть похожий от лимони но это именно призматики без пигмента а у меня же тут есть остатки с белой подложкой это желтоватые остатки а есть это тоже старый древний рефил эльф очень похоже но и в нем не хватает блеска здесь блеска много и никакой подложки а эти я вместе подружу посмотрим какой третий вариант получится вообще в этой палетке очень быстро у меня мокрой кистью ушли вот эти маленькие промежуточки не считают этого просто серого ушедшего в прошлой серии потому как это очень классные такие вот блестяхи редко встречающиеся вот попробуем тальк из этих блестях использовать как разрыхлитель для слюды и таким образом получить юзабельные пригодные для использования тени прессованные идея тоже подобранная на сайтах любителей минерального макияжа не надо ничего крошить пылить мешать в рефилах мучиться главное найти в достатке от эти zip lock пакеты свое время я покупала на ярмарке мастеров очень-очень их огромный большой пакет как расходник и всяким любителям бисера нужны эти пакеты сейчас на алиэкспресс вообще долго искать не надо вагон и маленькая тележка этих пакетов а из баночки я сегодня еще накрашусь тут по моему и на скулы и на веки того что налипла на баночку хватит в данной прессовке мне дорога каждая капля продукта это в прошлой серии я бухала прям ой потому как там были тени какие не жалко и пыльно розовых у меня много не жалко потерять здесь прям просыпать жалко у меня будет такой набор хайлайтер я уже мечтаю скульптор и пудра в этих квадратных рефилах при выборе парфюма я уже говорила еще раз повторю то есть пострадавшие всегда ориентируйтесь на то что вас запах не должен раздражать и насколько вы собственно глазами аллергичны эта душка она будет у вас на тенях на других продуктах рядом с глазами так это я плохо это я переувлажнила вот поэтому не надо ведь она взяла и налипла на бумажечку это я плохо сделала это не тот эффект на который я рассчитывала спрессованный слюдой так может быть ай-яй-яй-яй как не хорошо получилось бумажечки адгезия выше чем к алюминиевому этому товарищу ай следа сама по себе очень слипаема между собой почему она вот когда предусмотрено сразу что это будет минеральный макияж она прекрасно друг с другом вот сама прям вот липнет и держится сама на себе шикарно и кожа кстати липнет что можно искупаться она все равно останется на коже я можно следу для минерального макияжа в кожу втереть так из этого пакетика тоже еще можно будет долго краситься так ну что дубль следующий так вот я только-только придавила это может получиться очень хрупкий рефил намочить для слюды смертельно там так жидкостью причем я свой запас храню прям вот зачехленным завинченным очень далеко от всего что может намочить потому что тогда это может сваляться в один кусок который не разбить посмотрим что получится видите сколько налипла на бумагу до пожрала пудровая основа часть блеска не так сияет как сияла одна слюда зато как ровно смотрится на коже как будто это вот сияние кожи я очень надеюсь что это не слипнется в один кусок который я никогда никогда не смогу набрать кистью красота какая получилась видно розового цвет со слюдой совсем неусердственным спиртом а Продолжение следует... 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 А пока, пока-пока.